Сегодня я хотел поговорить о том, как показать, допустим, что у нас оператор производства по времени является оператором энергии. И получить временное динамическое уравнение Шелёдингера. И показать, как, допустим, записан там наш гамитинян непосредственно. Сразу начну с того, что Деброй. А воспользуемся, соответственно, утверждением Дебройля и, кроме всего прочего, тем уравнением Шелёдингера, уравнением которого мы записали для этого. Который описывает непосредственно эволюцию волновой функции нашей системы. А наша задача и состоит как раз найти вот эту силу новую функцию и построить спектр. А тогда мы описываем практически все это состояние и, может, какие-то величины, которые путешествуют в системе, эволюцию. И дальше уже это впоследствии приводит к причинам, которые измеримы экспериментально. И в целом уже можно говорить о более конкретных вещах. Ну что ж, начнём. Дебройль говорит, что двирующаяся частица, двирующаяся частица, частица, то есть это частица, да. В результате чего волновая функция, её состояние, C, R, T, может быть записана как C, E, F, C и H на PR. P, R, минус, E, T. При всём при этом волновые свойства и, соответственно, частичные завязаны непосредственно определение энергии и импульса частицы. Которые в нашем случае, как мы помним, из представления классической механики, это произведение массовой скорости. Но в нашем случае это, вот, соответственно, уже появляется здесь волновой вектор K. То есть уже непосредственно через взаимосвязь вот этих вот величин мы как раз показываем взаимосвязь непосредственно частичности и волновости. Волновая природа, частичная волновая природа. Эффект, на самом деле, немного более сложный здесь. Но, в целом, для дальнейшего рассмотрения и понимания какой-то общей картиной, вполне достаточно вот этого понимания. Что у нас есть вот эта волновая функция, а все волновые свойства, скажем, заложены вот в эти взаимосвязи. То, что энергия счастлива, это H омега, и импульс системы, это H на K. В результате чего, наше уравнение, которое мы рассмотрели в одну из предыдущих уроков, может быть представлено как следующим образом. Так, и H, DFT, PRP, DFT равняется. Просто берем просто производный теперь, как вот обычно мы это делаем. То есть, минус C и H, единица, так, единица на единицу. Единицы, там нет, там просто E уже идет, на H, на E. А, экспоненты остаются, экспоненты, и получаем вот выражение следующего. E в степени. И H на PR минус ET. Цена сравняется E, P, R, T. Состояние движется определенным образом энергии. В результате чего, этот оператор, который является производным по времени для ПДТ, как мы показываем, является оператором энергии. Собственное значение его является как раз непосредственно энергией нашей системы, которую мы и описываем. Изначально, изначально, ведь мы записывали равнение Шрёдингера, как там вот L стоял вместо E. Ну, то есть, оператор, да? То есть, E, H, D, P, P, D, T. R от T будет равняться непосредственно H, P, P, R от T. Вот, мы получили временное динамическое уравнение Шрёдингера, которое всем очень известно и достаточно понятно. Но, перед этим, мы в одном предыдущем указали, что оператор L будет армизировать, если здесь включено. Потом, мы положили, что у нас есть частичная, частичная, сисмор запасается в волну. И, естественно, вот мы записали вот это вот выражение. Дальше, гамильтинян можно расписать как P2 на 2M, плюс UR. То есть, это краснотички, по-настоящей энергии. Если вспомнить, что P, это у нас минус и H на градиент. Гамильтинян окраса гамильтона получается как минус H2 на 2M. И в результате чего я показываю, что вот, используя теперь вот эти все знания, мы будем решать практически все наши задачи по квантовой механике. В целом, в этом у меня просто стоит, что у нас, по сути, я так, как понимаю, ее освоится к одному вот этому уравнению, к записи его, да. И самые большие проблемы непосредственно сталкиваются вот с этим потенциалом взаимодействия, когда мы уже много частичные проблемы, там, хоть и в дело приближение, либо там взаимодействие неправда частичным, либо уже непосредственно теорию приближения делать, теорию возмущения. И в целом уже как раз проблема состоит в записи этих потенциалов и того, что там стоит. Но в целом основа состоит, решение этого системы уравнений, которая обычно потом стоит дифференциальным уравнением, да, непосредственно в записи этого, вот этого вот гибритона и вот характерически вот этого вот УАТР. И в результате получаем, что Psi nr от t, то есть если мы рассмотрим одну из каких конкретных полновых функций, да, то это будет em cr от t. Получаем уравнение Шрёдингера на собственные значения. Свет отличается, что у нас есть уравнение Шрёдингера на собственные значения, да, и динамическое уравнение Шрёдингера, которое прописывает временной зависимость волновых функций. Вот. Здесь Psi n это одна из волновых функций, которая является обычно Psi, это сумма по n, а Psi от t различного, да? То есть наше состояние, раз это будет здесь состояние, для которых мы находим какие-то собственные значения. В общем, используя вот это вот уравнение Шрёдингера, если надо валют смотреть в целом, и все задачи по квантомеханике таким образом решаются. Это как раз наша одна из самых базовых уравнений. Спасибо за внимание.